Всем привет! Хотя эти черви выглядят чужеродными и даже отталкивающими, они являются естественной частью многих экосистем. Сильнейший яд и инстинкт убийцы делают из него непревзойденного охотника. Итак, усаживайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал, ведь у нас сегодня знакомство с червем-молотом. Погнали! Технически это вид плоских червей. О чем свидетельствуют их уплощенные тела? А название молот происходит из-за формы головы, которая напоминает веер или лопату. Некоторые находят сходство с молотоголовой акулой. Этих червей ошибочно называют молотоголовыми слизнями, потому что они двигаются подобно слизнякам, ведь они используют реснички на своей ползучей подошве, чтобы скользить по полоске слизи. Было также замечено, что черви опускаются вниз по струне из слизи. Всего в мире насчитывается около 800 видов молотоголовых червей. Они различаются по форме головы, размеру, окраске и рисунку полос. Молотоголовые черви не представляют для вас опасности, если вы не возьмете их в руки, так как слизь может вызвать раздражение кожи. Дело в том, что эта слизь содержит тетродотоксин. Да, именно тот токсин, который содержится в печально известной рыбе фугу, только в меньших количествах. Но если вы съедите десяток таких червей, то паралич дыхательных мышц вам будет обеспечен. Что последует после этого, я думаю, вы догадываетесь. Кстати, из-за этого токсина на них почти никто не охотится, разве что другие молотоголовые черви. Из этого следует вывод, что молотоголовые черви – каннибалы. На нижней части полукруглой головы червя расположены хеморецепторы. Ими он пробует на вкус поверхность, по которой ползет. И если рядом проползала добыча, он это учует и начнется погоня. Они преследуют свою добычу с хладнокровной точностью, продвигаясь по конвейерным лентам слизи. Когда червь догоняет свою несчастную жертву, он обвивается вокруг нее, как удав, выделяя липкую слизь, содержащую как токсин для уничтожения, так и фермент для растворения. После того, как жертва превращается в отвратительную слизь, молотоголовый червь ее выпивает. Отмечу, что рот у них находится на животе. Любимые блюда молотоголового червя очень изысканны. Ведь никто из нас не откажется от дождевых червей, улиток, слизней и мелких членистоногих, таких как клопы, пауки и насекомые. После крепкого обеда червь 2-3 недели лежит в теньке и переваривает еду, периодически отрыгивая остатки трапезы. Ведь клайки у него нет. Червь-молот также неординарен в размножении. Оно может происходить половым путем и на выходе получится кокон с маленькими личинками. А также они способны просто физически разделиться на две части, чтобы сформировать новых червей. Для выживания червям-молотом требуются влажные места обитания. Их тонкие эпители не в силах эффективно сохранять воду, поэтому животные стараются не вылезать из влажной лесной подложки. А также они не терпят низких температур. Большая часть молотоголовых червей проживает на территории Мадагаскара, Индии и Юго-Восточной Азии. Хотя в целом они безвредны, некоторые плоские черви могут переносить крысиных легочных червей – паразитов, которые могут заразить людей только если червь съеден. Также было обнаружено, что некоторые виды молотоголовых вырабатывают яд в своей слизи. Поэтому людям, чувствительным к этой слизи всегда лучше свести к минимуму контакт с этими червями, особенно не прикасаться ко рту и глазам. И обязательно мыть руки, если контакт все-таки произошел. В наше время ученых беспокоит один факт. Молотоголовые черви обладают потенциалом уничтожения популяции дождевых червей. А дождевые черви жизненно важны, потому что они орируют и удобряют почву. Будем надеяться, что опасения ученых не перерастут в серьезную проблему. А этот выпуск подошел к концу. Спасибо за просмотр, ставим лайк и не забываем подписываться. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok